Водоснабжение, канализация, уличное освещение, уборка мусора. Этими и другими услугами ежедневно пользуются граждане города Камрад. Согласно статистике, в столице Гагаузи насчитывается более 23 тысяч граждан, и каждый из них желает иметь круглосуточную воду, свет, чистоту и порядок. Насколько удовлетворены граждане ценами и качествами услуг, об этом говорят сами горожане. Я пользуюсь всеми качествами услуг государственного значения, потому что я живу в доме двухэтажном. Я вам скажу, что цены не соответствуют своему растрату, который ведут это предприятие, не повысенные, но наши пенсии мизерные. Я понимаю, вот это услуги, как можно платить, и человека нет, и что-то надо делать, чтобы правильно было, справедливо. Если мы не пользуемся этими услугами, там накапливается, это что за законы, это что за законы такие. Убираются, нечего говорить, убираются, чистенько, в подъездах, это спасибо, это спасибо. Вода, мы знаем, каким трудно. Муниципий Камрад является одним из немногих городов, где в 2017 году была авторизирована свалка для муниципальных отходов. Здесь мусор собирается ежедневно как из частных домов, так и из многоэтажных жилых домов. Также в Камраде зарегистрировано наибольшее количество собранных отходов на человека в сравнении с другими городами и муниципалитетами. Такие данные, так же, как и другие показатели в сравнении с другими муниципалитетами и городами страны, можно найти на сайте сервичекоммунали.мд, который был разработан ассоциацией Адепт. Стоит отметить, что в течение 2015-2017 годов были использованы внешние средства на оказание государственных санитарных услуг. По словам градоначальника Сергея Анастасова, постоянно проводится работа по улучшению и предоставлению качественных услуг жителям Камрата. Наверное, 50% из всех видов услуг Республики Молдова, которые есть в государстве, из них 50% это именно местные власти, местные органы власти, они предоставляют населению. Начиная с услуги показаний по водоснабжению, услуги канализации, услуги уборки города, вывоза мусора, каждого домовладения или с улиц, освещение, тоже услуга для наших городов. Услуги, которые мы оказываем для наших пожилых людей, те, которые являются одинокими, это социальные ассистенты, это дали у нас услуги по градостоятельству. Согласно данным Ассоциации демократии и участия АДЭП, на сайте сервичекоммунали.мд в муниципе Камрат 73% жилищ подключены к коммунальному водоснабжению. Тариф, оплачиваемый бытовыми потребителями, составляет 15 леев за кубометр, а тариф, оплачиваемый домохозяйствами за канализацию, является одним из самых высоких и составляет 15 леев 36 бань за кубометр. Однако советник города Георгий Метелогов отмечает, что муниципе Камрат является вторым городом в Молдове с самыми большими потерями воды в сети. К сожалению, есть проблема по сегодняшний день, проблема утери, потери воды, процент потерь очень большой, наверное, не ошибусь, если скажу, что процент воды доходит до 30% и по сегодняшний день, потому что много канализационных сетей, водопроводных сетей, прошу прощения, устарело, проходят они на большой глубине, старые железные трубы, сгнившие, вода уходит под землю. Хорошо, когда вода пробивается на поверхность земли, и эта течь, она видна, и, естественно, бригады реагируют. В городе функционируют две муниципальные службы, которые отвечают за предоставление определенных услуг камрачанам. По словам муниципального советника Степана Кара, проводится мониторинг работы этих служб и предоставляется необходимая финансовая помощь. Сегодня премьер Муниципе Камрат оказывает нашим жителям несколько услуг. Это уборка мусора, этим занимается муниципальное предприятие ЖКХ, и подача воды и оказание услуг канализации, это СУ-канал. Сегодня все действия, которые проходят в этих двух муниципальных организациях, конечно, контролируются муниципальным советом. Мы, как муниципальные советники, голосуем за выделение средств, за покупку техники, за выделение средств по прокладке воды, канализации. Ассоциация демократии и участия адепт запустила сайт servicicomunali.md, где представлена всесторонняя информация об эффективности местных органов власти в предоставлении услуг коммунального хозяйства. Здесь же на сайте жители из любого населенного пункта Молдовы могут найти информацию о качестве предоставления коммунальных услуг в своем городе.